Харрик лично всем, кто любит аккумуляторные батареи, сегодня опять будет ответ на вопрос, который часто задают, а именно, как зарядить старым советским зарядным устройством аккумуляторную батарею кальциевую? Потому что кальциевые батареи требуют немножко иных режимов заряда, чем их требовали сурмянистые старые батареи, которые были еще при советской власти. И зарядные устройства в то время выпускали для сурмянистых батарей, соответственно для кальциевых они не очень подходят. Тут надо сказать, что старые зарядные устройства советские делятся на две категории, на автоматы и не на автоматы. То есть автоматы это те, которые работают при определенном напряжении, то есть на них фиксированное напряжение, встроенное уже. Изменить вы его не можете, потому что оно заложено в конструкцию, допустим там 14,1 вольт. Можете регулировать только силу тока, то есть поставить ток или больше, или меньше. Больше ничего вы на зарядном устройстве настроить не можете. И соответственно, когда поставить аккумуляторную батарею на заряд, соответственно у нас напряжение будет немножко меньше, потому что батарея разряжена по мере заряда будет расти, расти, расти. Дорастет до 14,1 вольт, на которые настроено зарядное устройство, и зарядное устройство отключится. Так вот, такое зарядное устройство надо взять под ручки и сразу занести на мусорный бак. Ну или придется вам поменять характеристики напряжения в этом зарядном устройстве, сделать их не меньше, чем 16 вольт. То есть надо будет его перепаивать. Второй тип зарядных устройств, который нас интересует больше всего, это зарядные устройства, на которых тоже регулируется только ток, а напряжение при этом ничем не лимитировано, то есть оно не регулируется. Такие зарядные устройства допускали кипение аккумуляторных батарей, что в то время было нормальным. И если читать инструкции по заряду аккумуляторных батарей, то концом заряда являлось бурное кипение электролита в течение двух часов, и плотность остается, соответственно, на месте. Когда выполняются эти два условия, плотность остается на месте и электролит кипит еще не двух часов, аккумуляторная батарея тогда считалась заряженной. Если же батарея кипит, но при этом плотность меняется, то есть растет, значит батарея считается незаряженной и продолжает заряжаться дальше до того момента, пока у нее не наступит такой момент, когда плотность уже расти не перестанет. И вот такое устройство нас сегодня и интересует. Если вы обладаете таким устройством, значит это наш случай. На таком устройстве, как я сказал, регулируется только ток. Так вот, допустим, у вас батарея 60-ка, 60 ампер часов, надо ее зарядить. Напряжение у нас, соответственно, где-то там в небесах не лимитировано. Нам надо сделать заряд батареи кальциевый, для которой этот самый зарядный прибор не предназначен. Как будем делать? Для этого нам надо два устройства. Сам старый советский зарядник, я буду показывать на этом новом, но предположим, что это старый зарядник. И, соответственно, мультиметр. Да, именно самый простой мультиметр, который мы подключаем к лимам батареи и смотрим, какое у нас напряжение заряда. Ну а теперь давайте будем заряжать. Как зарядить батарею кальциевую, современную, если у нас есть только старое советское, самое простое зарядное устройство? Итак, этап первый. Сразу устанавливаем ток. Ток устанавливаем в зависимости от емкости аккумуляторной батареи. Как выбирать ток, я уже в своих видео не раз рассказывал. Но еще раз повторюсь, если батарея 60-ка новая, то можно поставить 6 ампер. Если батарея старая и емкость она уже часть потеряла, то, соответственно, ставим 3 ампера. Потому что батарея потеряла уже часть своей емкости. И 6 ампер для нее будет много. Потому что остаточная емкость такой батареи уже, допустим, там осталось 40 ампер час, а не 60 ампер час. Поэтому 6 ампер для нее будет много. Получится форсированный заряд и, соответственно, фиктивный заряд. Или, вернее, сказать такое явление, как фиктивный заряд. Когда прибор показывает, что батарея заряженная, а на самом деле она не заряженная. Это все я рассказывал в видео про заряд кальциевых батарей. Ну, предположим, у нас новая батарея. Поставим 6 ампер. Так вот, на первом этапе. Ставим 6 ампер и заряжаем нашу батарею. Соответственно, напряжение у нас не лимитировано. Но оно будет явно меньше, чем 14 вольт. Потому что батарея разряжена. И вот на таком токе без лимитированного напряжения она у нас заряжается. И мы смотрим на мультиметр. Минус этого метода в том, что нам надо постоянно находиться возле батареи, чтобы не прозевать напряжение, рост напряжения. Чтобы не дать закипеть нашей батарее раньше времени. Потому что если батарея закипит во время заряда, то уже дальше заряд бессмысленен. Если батарея уже сорвалась в электролиз, то, соответственно, ее надо отключать от заряда. Давайте отдыхать, потому что дальше она уже не зарядится. Потому что, опять же, напряжение на клеммах аккумуляторной батареи обгоняет по своей скорости рост плотности электролита. Так вот, заряжаем 6 ампер, напряжение не лимитировано. Соответственно, батарея у нас заряжается, ток у нас лимитированный, а напряжение не лимитировано. Во время заряда у нас, соответственно, ток будет постоянный 6 ампер, а напряжение потихонечку в процессе заряда будет расти по мере заряда батареи. А нам надо находиться недалеко от батареи, чтобы не прозевать нужное нам напряжение не выше 14,4 вольта, чтобы не сорвать батарею в электролиз. Потому что, опять же, мы дальше ее не сможем заряжать. И это есть главный минус этого способа. Но дело в том, что есть еще один способ, очень простой, как можно зарядить таким старым зарядным устройством кальциевой батареи. Но я о нем расскажу во второй части этого видео. Итак, первый этап. Заряжаем до того момента, пока у нас напряжение не станет 14,4 вольта. Ну, так как кальциевая батарея кипит около 16 вольта, соответственно, можно даже немножко и больше. В общем, главное не прозевать момент закипания аккумуляторной батареи и не довести до этого момента. Вот, допустим, у нас 14,7 вольт. Мы посмотрели. Все, пора переходить ко второй ступени. Заряд у нас будет ступенчатым. Первую ступень заряда мы прошли. Начинаем вторую ступень. На второй ступени мы просто понижаем ток в два раза. У нас было 6 ампер. Теперь ставим 3 ампера. И продолжаем заряжать нашу батарею. При этом, согласно ОМА, на клеммах аккумуляторной батареи напряжение у нас тоже упадет. Потому что мы понизили ток, напряжение тоже упадет. Опять заряжаем теперь уже тремя амперами до того момента, пока у нас опять напряжение не вырастет до 14,4 вольта. Опять, чтобы не сорвать аккумуляторную батарею в электролиз. Это у нас будет конец второй ступени. Зарядили. Третья ступень. Ну, как нетрудно догадаться, делаем то же самое. Этих ступеней может быть сколько угодно, но обычно это 3 или 4 ступени. Опять понижаем ток в два раза. Ставим уже теперь полтора ампера. А можно даже немножко и ниже. Поставили. Опять же, напряжение, согласно ОМА, на клеммах падает. Смотрим это по мультиметру. Опять у нас аккумулятор заряжается. Ждем, когда будет 14,4 вольта. Все время наблюдаем за батареей. Этот способ плох тем, что надо постоянно находиться возле батареи. Поэтому есть еще один интересный способ. О нем немножко позже. Опять, достигла напряжения величины начала электролиза. Не срываем батарею в электролиз. Переходим еще на одну ступень ниже. Опять понижаем ток в два раза. Было у нас 1,5. Соответственно, ставим 0,6. Ну, можем сразу поставить 0,5. Все, это последняя ступень заряда. Заряжаем батарею при 0,5 амперах. Напряжение при заряде будет расти. Бывает случай, когда ток у нас до 0,5 не падает. Почему так случается? Рассказывал, опять же, видео про заряд кальциевых батарей. Такое бывает, если электролит перегрет. И тогда батарею надо охладить. Или батарея неисправна. Или грязный электролит. И даем батареи поднять напряжение до момента кипения. В зависимости от состояния батареи. Соответственно, напряжение у нас кипения будет у всех батарей разное. Будет подбираться индивидуально под каждую батарею. Так надо делать. Ну, предположим, возьмем универсальные 16 вольт. Вот наша батарея достигла 16 вольт. В таком состоянии оставляем ее на час. В это время, как правило, кальциевые батареи начинают уже кипеть. И в таком состоянии дозаряжаем ее еще один час в режиме перезаряда при 16 вольтах. И на этом заряд аккумуляторной батареи закончен. Это вот называется ступенчатый метод заряда. Опять же, минус в том, что надо постоянно находиться возле батареи. А если учесть то, что батарея заряжается продолжительное время, то постоянно гулять возле батареи вообще не хочется. Поэтому есть еще один очень интересный способ, как зарядить кальциевую батарею, современную, старым советским зарядным устройством. Примитивный способ, но действующий. Для этого нам понадобится самое простое реле от генератора, которое можно купить в магазинах. И стоит оно очень недорого. Так вот, заряжаем батарею через это реле. Соответственно, зарядные устройства подключаем минус к выходу минуса реле. А плюс, соответственно, подключаем к этой клемме нашего реле. Плюс сюда, минус сюда. Все очень просто. Точно так, как оно подключается на генераторе. В свою очередь, это реле будет держать автоматически наше напряжение около 14 вольт, а току не даст подняться выше 5 ампер. Вот в начале видео мы ставили на первом этапе зарядный ток 6 ампер, то вот именно это реле, которое сейчас на видео, не даст нам поставить больше 5 ампер. Но, в принципе, ничего страшного, батарея будет заряжаться и при 5 амперах. А если мы будем изначально батарею заряжать 3 амперами, то это реле подходит как нельзя лучше. И таким образом, из нашей старой советской зарядки, делаем сразу зарядку автомат. Можно, конечно, применять не реле-генератора, а купить на Алиэкспрессе у китайцев специальную зарядную платку, которой можно регулировать и ток, и напряжение, а, соответственно, тогда зарядное устройство будет выступать просто как источником тока. Можно и так. Но я сегодня показываю самый простой и самый доступный способ. Так вот, применяя реле, делаем из нашей старой, не очень умной зарядки, сразу же зарядку автомат. Вот клеммы аккумуляторной батареи, соответственно, подключаем плюс к плюсу, к минус к минусу на реле заряда. Вот таким вот образом. Я подключил лампочку, но вместо лампочки можно подключить клеммы аккумуляторной батареи. И, соответственно, пошел заряд. Ну, понятное дело, что можно подключать не к щеткам, а щетки можно выдрать, и, соответственно, припаять эти контакты вот к этим клеммам вместо щеток. У нас напряжение на клеммах растет. И при том напряжении, на которое настроено реле, соответственно, у нас реле отключит зарядный ток. При 14,6 вольт это реле генератора отключает зарядный ток. Соответственно, когда у нас напряжение упадет, наше реле опять подаст ток на клеммы генератора. При 14,1 оно опять начинает подавать ток. И таким образом мы нашу аккумуляторную батарею можем поставить на заряд старым советским зарядным устройством через реле генератора. И идти по своим делам. Нам уже не надо находиться возле аккумулятора постоянно, чтобы контролировать напряжение по тестеру. И вот этой штучкой заряжаем батарею, пока у нас ток не упадет до 0,5 ампера. А напряжение, соответственно, будет регулировать эта штучка. После того, как у нас ток упал до 0,5 амперов, отключаем эту штучку, выводим ее из цепи. И подключаем зарядные устройства просто напрямую к клеммам аккумуляторной батареи. И, соответственно, доводим до 16 вольт, засекаем 1 час и все, заряд окончен. В конце делаем все то же, что и в первой части видео. Так что, если у вас старое советское зарядное устройство, не отчаивайтесь, им тоже можно зарядить современные аккумуляторные батареи. Ну, а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И обязательно пишем комментарии, кто чего думает по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok